Дадим в интернет все, но подражать нам нельзя, потому что ни у кого такого материала нет. Любая маленькая дача, взятка, книги в взятку не входят, это единственное, что во взятку не входит. И поэтому я им объясняю, да мы это знаем, и таких книг, мы же обратно едем, а вы в прошлый раз кому-то тут книги давали, а мы возвращаемся с дальнего зарубежья, они все еще помнят. А мне-то, я для Бога это делаю. То есть вот мы делаем какие-то уже выводы, конечно, переезжали мы на разных участках украинскую границу, и почти везде одинаково. И при том пугают, у меня собака с собой, она зачипированная, у ней все пройденные ветеринарные свидетельства, вас не пропустят, пришлось дать трехтомник, пропустили. У вас на румынской границе задержат, это 75 евро для них деньги. Они где больше не спрашивали, как будто собаки вообще у нас нет. Здесь пошли. Второй раз Украина не пропускает, пришлось с этим, то есть Сергеем поехать здесь, платить деньги. Пока выдали здесь, поехали второй раз, даже не проверили. Мы через Кирич на пароме прошли, тишина, вернулись и даже не дотребовали. А собака интересная? А какая собака у нас? А? Какая? Абчерка? Восточноевропейская общарка, ученая собака, она охраняет нас, когда мы спим. Нам не подойдешь. Она у вас это, как это называется? Обученная. Нет, не обученная. Родословная. У нее родословная все абсолютно, все документы с собой, международный свидетельство, сертификат. Она обработана. Красивая собака? Все, на трех языках гавкает. Румыния, цыган много. Цыганя-то облепили, он как рябку, все в расцеплую. А для чего собака? По крайней мере, перед смертью, хотя бы несколько секунд помолиться, она разбудит. Если на нас кто-то нападет. А, понятно. Они просто ночуют, где попало. Мы поехали как на смерть. В каких местах едем, ночуем, где. А где вы кушаете? Мы серьезно рассматриваем это положение. Представьте, мы не видим, кто за нами смотрит. Уходим, где-то люди стараются прижать к людям, а мы от людей с таким грузом. Уходим в лесополосу, бывает, скрываемся где-то. А кушаете где? Сами готовы. Первый вопрос. У нас с собой крупы, картошка, лук, все с собой есть. И специально я делаю печку. У нас распределенная печка. Я делаю печку, я пищник. Копаю траншейку, с собой решетка. И, мам, немножко сучков, у нас все уже закипело. Теперь уезжаю, все заваливаем нигде. Моя задача выкопать туалет. Сходили, все зарыли. После нас еще нигде не найдешь. Мы нигде не портим. В лесу хвойным мы не разводим. А лесополоса, в сторонке. А в Германии, говорят, у них там чисто. Да там зайти нельзя в лес. Почему? В лес. Во-первых, дорога ограждена, вот такая вот идет, это, ну, железная, это балка идет. А дальше метр три, бывает четыре, забор идет, сетка. Кому нужен этот лес? Когда зайти туда, я не могу. Я не могу пойти ягод поискать. В море не могу искупаться, нигде не подойдешь. А тут мы купаемся в Черном, едем в Азовском, останавливаемся. Собака купается, плавает. Я пришел, везде бутылки валяются, как на родине у себя. Германия не подойдет. Что бросает бутылки плохо, но дальше 50 метров в лес уже нормально. Люди дальше боятся идти. А мы с собакой прогулялись, идем, она побегала. В Германии нигде не могу даже остановиться. Не поиграть, не побегать. Там как быть нечисто, будто когда все ограждено, в лес никто не заходит. Легко создавать. Это вот чисто все. Вопросов хочется задать. Я хочу задать вопрос. Скажите, ну крещение понятно. А вот что дома сейчас освещают, машины, мужей, жен. Хорошо, что освещают, но надо жить соответственно освещением. В молитвах считается, что все это посвящено Богу. Ваш дом освятили. Что от этого изменилось? Не то, что вы иконку повесили, а вы будете собирать людей верующих. У вас здесь будет приедет бедным, нищим. Накормите и напоите. Вот смысл-то какой. А что освещать, когда ты освятил и опять зажался, сидишь как паук в своем углу. Зачем тебе это? А освятили, значит, все это для Бога теперь. Открой сердце шире. И ты увидишь, как засияет все вокруг. Да я с вами согласна полностью. Да понятно. Вот она как. Приняли нас, мы не нарадуемся. Конечно, так оно должно быть. А то мы заборы высокие строим и отгораживаемся друг от друга, да? Вот видите, я когда вернулся из заключения, это было, называется, помилование приземливого фоносовета СССР. 210 политзаключенных нас освободили. Ну в каком году? В 87-м. 25-го марта. Нас освободили. А реабилитацию-то не дали? Реабилитация только в 92-м наступит. А у меня-то изъяли, что я создал самую крупную в мире фонотеку. Значит, там. Сегодня же это определенно. Я подаю в суд. Никаких. Я не реабилитацию, они гонят, а судили правильно. Где правильно, когда ничего не доказано. Судили-то не меня, а книги. Книги судили. Дальше идет, проходит время. 11-й год, я все сужусь. И на 11-й год я выиграл процесс этот. Они мне должны были 11 миллиардов. По тем деньгам. Ну, заплатили одну двухсотую часть. И это не рассчитывается нечем. КГБ в сторону, а ответственная городская администрация. Потому что через нее у меня изымали фонотеку. Ну, а городская администрация, говорит, у нас денег нет. Но Бог делает так. Пристава дал. Такого, что она насела, нехотясь с Клапкиным, не рассчитайтесь. Арестовывая все считания, один учитель не получит. И они тогда со мной стали говорить по-другому. Может, как-то по-другому. Я говорю, нам нужно место, где молиться. Отдельно. И нам дали, показали два домика. Когда первый раз говорили, то председатель железнодорожного исполкома Петров, он говорит, ну, а сколько вы хотели квадрат? Ну, сколько, я не знаю. У меня комната 18 квадратов. 12 квадратов. У меня комната 12,8 квадратных метров. И у меня 11 человек ночует, на полу никто не спит. У меня дверь открыта настолько, что я ключ спрятал, дверь день-ночь открыта. С вокзала даже бомжи приходили ночевали. Вот как Бог делает. Это Бог сделал так. И теперь, когда я уже размахнулся намного, он показывает, ну, как моя приемная. Я посмотрел, это ой-ой-ой. Тут у него 80-100 квадратов. Я смолчал, говорю, ну да. Он пишет так, на 100 квадратных метров. А далее это 226. И представьте, в центре города. В одном здании мы молимся, а в другом я там живу, там 26 квадратов. Деревянные здания, небольшие. Я до того доволен. И все это сфотографировали. Центральная газета напечатала. Это вот в этой книге все написано. Послушайте, ну можно я еще один вопрос задам? Я вообще, честно сказать, не поняла сейчас. Вот я слушаю, и у меня сейчас сомнения. Так вы что вообще? Вы проповедуете сектантские какие-то? Какие? Я не поняла. Вы все говорите, что нам нужен отдельный дом, чтобы молиться в храм. Мы не пойдем это. А почему нет? Если в храм идет торговля, мы ничего не можем сделать. Он не верит, он не верит священникам. Стоим престолом. Что, что не делают. Новый храм. Мы в новую деревню строим, и новый храм. Первым делом у нас храм построены. Ну храм вы построили, там нужен священник. Там же не будет просто человек не священник. Кто служит в вашем храме? Батюшка, отец Аким. Священники приезжают. Ну так я же священники. Епископ приехал из патриархии. Епископ. И он удивляется только, как много можно здесь научиться.